Привет! Начну с вопроса. Как считаете, умею ли я точить? Погодите, не спешите тянуться к клавиатуре, потому как есть и еще один вопрос. Делаю ли я это правильно? И чтобы на него ответить, я отправился в Москву. Приятного просмотра! Ребят, прошу на лобное место. Это у нас Вячеслав. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я скажу по секрету, когда они первый раз зашли, они с разных городов практически, чуть не дегенерально противоположных, но вот у меня было первое ощущение, что они или братья, или одноклассники, ну или очень-очень хорошие знакомые, живущие там на улицах по соседству. То ли это вот как бы ютубовское проникновение. Художественный фильм. Ютубовское проникновение. Ладно, шутки в сторону. На самом деле, еще в прошлом году на джет-фесте в Питере Александр Геннадьевич пригласил меня и Славу к себе на мастер-класс. И хоть мэтр нас предупреждал, что нужно больше дней, он все-таки смог впихнуть невпихуемое в 4 дня теории и полевой практике за станком. Но если вкратце, то первый день это параллельное точение в центрах, второй это поперечное точение, третий внутреннее точение, и четвертый день это заточка инструмента. Я не буду сильно углубляться и показывать весь отснятый материал за 4 дня, хоть его имеется немало. Потому как, по-моему, я большую часть времени все делал не совсем правильно. Но вот саму суть, как мне кажется, я уловил. Так вот, считается, что существует два метода точения древесины. Первый – это метод скобления материала. Второй же – это метод фасочного точения. И именно его Александр Геннадьевич и пропагандирует. Весь смысл фасочного точения, насколько я его понял из интенсива, заключается в том, чтобы фаска резца вместе с соприкосновением с заготовкой всегда была параллельно касательной к окружности в этой точке. В общем, контролировать клинок нужно постоянно. Опускаем на заготовку до появления трения. Продолжаем опускать до появления первой пыльцы на острее резца. Вот у меня появилась пыльца, то есть приблизительно такой угол мы и сохраняем. Теперь прислоняем фаску к заготовке и можем пробовать точить дальше. Лакмусовой бумажкой правильного точения является вот подобная стружка. Как Александр Геннадьевич сказал – жгутики. Вот нашел положение. О-о-о! Это просто фонтан какой-то. Но помимо правильной стружки, так как фаска резца стоит параллельно заготовке, да еще и с должным усилием к ней прижимается, так же происходит еще и полировка древесины. Ну и так же для примера, думаю, стоит показать, как выглядит точение методом скобления, скажем так. Как можете заметить, вот это, собственно, у нас метод скобления. Как видите, здесь абсолютно шершавая поверхность, где-то вообще появляются такие сколы. И вот рядышком фасочное точение. Получается прям практически финишная обработка. На этом моменте все-таки я хотел бы уточнить, что метод скобления, что метод фасочного точения, по сути, каждый из них имеет место быть. Как, по-моему, сказал Александр Геннадьевич, что как раз-таки метод скобления использует большинство токарей, неопытных, может даже и с опытом. Например, я, собственно, скорее всего, скоблением и точил до посещения мастер-класса. Просто в этом методе вы увеличиваете время на постобработку. Вам еще сколько нужно будет снять материала шлифовкой. А, могу, конечно, ошибаться, так что пишите в комментариях, на какой стороне вы джедай. Ну, вы поняли. За все эти три с половиной дня интенсива мы получили достаточно приличное количество информации, которую еще нужно переварить и усвоить. Но вот что я усвоил, в принципе, в самый первый день интенсива, так это то, что резцы должны быть всегда заточены. Так, вовремя мне еще станки не присылали. Гриндер удачный, на котором я и буду точить свои резцы. Опа! В комплекте идет три ленты разной зернистости и инструкция с гарантийным талоном. Гриндер абсолютно на рабочем состоянии. Мне в ПК нужно найти ему стационарное место, где его установить. А закадровый голос ПК расскажет вам о технических характеристиках. Итак, характеристики обновленного ленточного гриндера удачный Нью. Габариты станка 365 на 371 на 239 миллиметров. Размеры опорного стола 166 на 70 миллиметров. Двигатель марки JET 100L мощностью 1100 ватт с частотой вращения 2850 оборотов в минуту. Размеры ленты для гриндера. Ширина 50 миллиметров, длина от 610 до 660 миллиметров. Скорость движения ленты 840 метров в минуту. Диапазон изменения вот этого угла 50 градусов. Вот этого 75. Теперь же надо бы найти стационарное место для гриндера. И, как мне кажется, самое подходящее место это возле токарного стенка, потому что, скорее всего, чаще всего я буду точить именно резцы. И чтобы не бегать по всей мастерской, думаю, лучше будет удобно как раз его здесь разместить. Но дело в том, что у меня стол этот довольно низкий и будет не очень удобно задачивать резцы. Так что, я думаю, нужно сделать некое подстолье, помост для гриндера, чтобы он был чуть повыше. И закрепить его к этой столешнице. Буду делать это из 25-ти миллиметрового LDSP. Это остатки от заказа. Почему 25 миллиметров? Потому что он есть, и столик будет чуть более крепче, чем если бы я делал из 16-ти миллиметрового LDSP. Надеюсь, объяснил. Зачем, не знаю. На эстетику нам плевать. Режу просто на торцовке. Благо, вылет позволяет. Так, ну, получается, теперь здесь есть два крепления. Прикручиваю их прямо болтами к столешнице. Зачем я это рассказываю? Ну, мало ли. В моем стартовом наборе резцов от JET имеется мессель, широкий рейер, отрезной резец. Вот этот я, если честно, не помню. И два полукруглых резца, либо рейер, в принципе, тоже можно называть, наверное. Из всех этих резцов, скорее всего, чаще всего я буду пользоваться отрезным и вот этими полукруглыми резцами. И вся загвоздка в том, что вот эти резцы не так уж и просто точить без какой-либо приспособы, назовем это так. Такую приблуду можно купить где угодно. Хоть на Алике, хоть у любых других мастеров. Кстати, у Александра Брюкмера, по-моему, тоже есть в магазине такая приспособа. Но у меня ведь есть ЧПУ. Почему бы не воспользоваться им? Моделька готова. Можно запускать. В общем-то, собрав вот эти три части, мы получаем вот такую ножку. Но пока что нам нужно сделать столик, куда мы будем укладывать наш резец. Чтобы его как-то центровать, нам нужно сделать углубление. Это мы можем сделать на резере с фрезой под 90 градусов. Собственно, вот такое углубление у нас получилось. И сюда теперь мы сможем укладывать наш резец. Итого, что же у нас в сухом остатке. Вот такая конструкция получается. Толщина головы примерно 32 миллиметра. Соответственно, подходящие профильные трубы я никак не найду. Придется резать. У меня тут есть вот такой лист металла толщиной 2 миллиметра. Это, к сожалению, единственное, что у меня подходящее есть. Мне нужно вырезать полоску шириной 63 миллиметра. Теперь делаю небольшие надрезы, чтобы на этих местах согнуть железячку. железячку. Опа! Ой, ну как будто так и должно было быть. Требуется небольшая рихтовка. Ну и в принципе, я думаю, пойдет. ну и в общем-то, вот что получается. Я достаточно немного очень сильно схитрил. Вот такая, короче, штука у меня получилась, в которую мы вставляем наш полукруглый резец. Зажимаем его верхним болтом. Желательно, чтобы он стоял более-менее горизонтально. Затягиваем. Все, он стоит жестко. Теперь, в чем я схитрил, например, у Александра Геннадьевича внизу под гриндером установлена такая рама выдвижная из профильной трубы, куда он упирает нашу приспособу и, соответственно, таким образом задает угол на гриндере и вращает сам резец. Я же немного схитрил. Сделал отверстие ровно под лентой, куда я устанавливаю, соответственно, нашу приблуду. И теперь мне нужно сфиксировать угол. Допустим, я вот вымерил, ну вот, допустим, вот такой угол. Теперь я просто зажимаю наш ящик струбцинкой и тем самым у нас она более-менее стоит типа ровно. И вот таким макаром теперь мы можем вращать наш резец. Пробуем. Я немного меняю угол заточки. У меня он был слишком острый, мне кажется. Ну, как мне показалось, у меня здесь получался такой очень острый ноготок. Я его хочу сделать более круглым. Соответственно, я сначала на, по-моему, это 60-е или 80-е наждачка. На грубые наждачки я выпрямляю, выравниваю нужный мне угол. У гриндера мощи хватает снимать очень быстро металл, поэтому я еле-еле прижимаю к ленте и пытаюсь это сделать аккуратно. Ну, допустим, вот мы вывели на 80-е наждачки. Теперь меняем на сотую. Да, видимо, сотую. буквально пару проходов я делаю и ставлю самую мелкую, что у меня есть, это 180-е. ну вот и все. После гриндера на резце остаются еле заметные даже на ощупь зазубрины. Их нужно, по идее, сколоть, сбить. Это лучше всего делать на кожаном круге. У меня, к сожалению, такого нет. Вот Александр Геннадьевич на станочке такое установлено. И здесь вот я повторяюсь, это не процесс полировки, вот ее понимание придания блеска и почему вот на низких оборотах. Это вот именно слом, ну вот как алюминиевую кровочку детскую ломали и вот процесс аналогичный. То есть мы просто вот два-три раза так делаем и ломаем этот зазуберный. По остальным резцам не возникает никаких проблем, чтобы точить их на основном опорном столике. И вот, казалось бы, станок есть, заточенные резцы тоже, даже обучение пройдено. Чего же тебе еще надо, собака? Ничего не надо, ничего. Но как оказалось, в стандартной комплектации моего токарного станка я могу осуществить по сути только параллельное точение в центрах, поэтому для того, чтобы изготавливать различные тарелки, мне потребуется четырехкулачковый зажимной патрон. Так что, если соберетесь приобретать токарный станок, знайте, что патрон придется покупать отдельно. И теперь, похоже, я полностью укомплектован для того, чтобы практиковаться и усваивать те знания, что получил. А вот чем отличается глубоко-желобчатый резец от остальных, вы сможете узнать в ролике Славы. В общем-то, так и прошло мое обучение у Александра Геннадьевича Брюкнера. А на этом ролик подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! 25-миллиметрового ЛДСП, это остатки от заказа. Почему 25-е? Потому что оно есть. Ну и приз... приз... студию! Славы. Продолжение следует... президаем sangру.